АПЛОДИСМЕНТЫ В результате у деда сотрясение мозга. Он целый час башкой об стол бился, чтобы паука вытрястили. Вытрясть через другое ухо. Сколько тварей! Я сейчас каждую тварь стороной обхожу. Если, предположим, у меня переползает дорога улитка, я останавливаюсь. Ползи, ползи, ты же сволочь торопишься. Скотина рогатая. Вчера купил килограмм грецких орехов. Все пустыми оказались. Все пустыми. Расколол последний орех, оттуда червяк вылезает и говорит, обидно, да? Ну, может, мне показалось, что червяк разговаривал, но действительно обидно, да. У вас дома мыши есть? А? Нет! У нас нет. Их крысы съели. Я на крыс поставил два медвежьих капкана. Ночью слушаю щелк. И такой, знаешь, протяжный такой писк такой. Ну, я с постели вскочил. Ага, попалась, голубушка. Лежит огромная какая. Свет включила эту тещу. Она, видите ли, в два часа ночи вспомнила, что зубы не почистила. Сколько тварей разбило. Сижу дома, обедаю, смотрю, в супе муха плавает. Бассейн себе нашла. Ей ложкой по башке. Кряс! Она под кусок мяса шны. Без акваланга. Не буду же я есть суп с мухой. Пришлось отдать его зятю. Он любит всякие блюда из китайской кухни. Кузнечики табака. Яйца под майонезом. Тухлые, причем. Жаба в собственном соку. Ну и так далее. Мне говорят, ты что к ним пристал? Они маленькие. Маленькие, да? А неприятности от них большие. Большие. Он у меня, соседка, завела у себя в ванной маленького крокодильчика. А к ней из деревни брат приехал. И в ванну мыться полез. Увидел крокодильчик, потом мочалка такая. Пока он крокодил намыливал, тот еще терпел. Пока мужик крокодилом свою спину терпел, крокодил приглядывал. Пока мужик носом крокодила свой пупок чесал, крокодил уже выбрал. И только крокодил пасть раскрыл, мужик на мыло наступил. Слава богу, волной крокодила отбросил. Вам ха-ха, а этот мужик теперь каждой мочалки боится. Перед тем, как мыться начать, он издалека мочалку кусок мяса кидает. Сколько тварей развел в лодку. Неделю назад купил килограмм риса. Сегодня смотрю, пакет пустой. Пустой пакет, понимаешь? От полки с пакетом до дырки в стене, муравьи стоят цепочкой. И как китайцы на субботнике. В зернышко подернут. Передают мой рыс за крома своей родины. Я сгреб муравьев всех в кастрюлю. Говорю, если вы мне рыс не вернете, я из вас кашу сварю. Слушай, не надо удивляться, видно в природе что-то существует. Они меня поняли. Они меня поняли. Они мне и рыс вернули, и от соседа в полмешках речки натаскали. Сколько тварей развелось, а? Летом спать ляжешь, свет выключишь, сразу на духу. Зв Eh! Зв Eh! Свет включил? Нет, комара. А? Выключил опять. Зв Eh! Как эти сейчас показывали? Показывали. Включил свет. Нет кровососа. Всю квартиру обшарил. Нету. Оказывается, пока я по квартире скакал, он у меня на спине сидел. Ковбой. Ах так, да? Врубил этот пометок. Ну, эту отраву дымовую эту. Утром просыпаюсь, смотрю, комар рядом на подушке лежит. Морда вытянул. Хоботок снижил. Ну, пригляделся эта жена в противогазе. Я от пометокса плохо, а комару кайф. Летает и летает. Я ему что, донор, что ли? Каждые пять минут кровь сдавать. Между прочим, вы зря смеетесь. У комара этот хоботок неодноразовый. Да, он его в кипятке не стерилизует. Я у врача спросил, доктор, от комара можно заразиться спидом? Он говорит, тебе чего? Девчонок мало, да? Я говорю, меня девчонки не интересуют. Меня интересует комар. Да? А что, комар лучше? Что значит лучше? Меня комар так заводит, что я до бешенства дохожу. И как же это у вас происходит? Как у всех, ложусь в постель, он на меня. И что же дальше? Ну, ничего. Садится, пищит от удовольствия. А потом, как хоботок свой пристроит. Куда? То в уху, то в нос, то в руку. Смотри, какой извращенец. И что, вам это нравится? Я говорю, вы что, смеетесь? Он же всю ночь с меня не слезает. И что, вам это нравится? Что, ночью не спите, что ли? Я-то сплю, когда он на мою жену перекинется. Доктор как закричит. И с инфарктом на пол свалился. Вот что эти твари с людьми делают. А говорите, маленькие. Они не маленькие, они большие. Это ужас. Продолжение следует...